Дорогие друзья, сегодня у нас речь пойдет об особо опасной инфекции нашего времени, практически бича современной сексуальности, о горднереллезе. Такого диагноза не существует. У нас существует диагноз бактериальный вагиноз. Это клиника лабораторный синдром, проявляющийся невоспалительным нарушением бактериальной микрофлоры влагалища с подавлением бактерий лактогруппы и с появлением анаэробных бактерий, таких как атопобиум, горднерелла, дифтероиды, мобилункусы, лептотриксы и так далее. И чтобы поставить диагноз бактериальный вагиноз, а мы с вами помним, что это клиника лабораторный синдром, у нас должно быть выполнено как минимум 3-4 критерия диагностики. То есть одного лишь обнаружения в ПЦР-диагностике где-то у вас горднереллы недостаточно для того, чтобы начать вырывать на себе волосы, разрывать на себе одежду от горя, кричать кошмар, у меня горднереллез, наверное, меня кто-то заразил. Для того, чтобы поставить диагноз бактериальный вагиноз, помимо обнаружения горднереллы в ПЦР-диагностике, нам с вами нужно совпадение некоторых еще клинических признаков, соблюдения вернее. К ним относятся первое, это появление беловатых, жидковатых, гомогенных, сметаноподобных выделений излагалища с таким не очень приятным рыбным запашком. Ну, следующий, выполняется аминный тест с калий-ОАЖ на определение защелачивания влагалищной среды. Следующий момент крайне важный в анализе мазка, это клинический мазок на флору, это не ПЦР-диагностика, это вот то, что в консультации у вас берут, это вот то, что называется гинекологический мазок на флору, гинекологический мазок на микрофлору. Вот нужно, чтобы там было выполнено также ряд критериев. Первое, должно быть обнаружены ключевые клетки. Дело в том, что гарднерелки или другие составляющие бактериального вагиноза, они такие очень мелкие клеточки, которые облепляют влагалищные эпители, которые, естественно, под микроскопом видно достаточно много, и выглядят они как вот такие крупные клетки, облепленные мелкими клеточками, и они называются на языке лабораторной диагностики ключевые клетки. Без ключевых клеток диагноз бактериальный вагиноз, ну, не правомочный. Вот если женщину, скажем так, пока ничего не беспокоит, или она не поняла, что с ней происходит, а в анализе мазка мне написали ключевые клетки, то диагноз поставлен будет, мы с ней поговорим, я ее расспрошу, мы с ней найдем, что ее беспокоит, и, конечно, тогда лечить будем, потому что появление ключевых клеток – это и есть клиническое проявление бактериального вагиноза, вместе с выделениями, без выделениями, но это уже клиника. Вот когда ПЦР нам обнаруживает гранерелу, это пока еще лаборатория, а вот в мазке ключевые клетки – это уже клиника. Что еще нас интересует в мазке? Мы с вами говорили, что бактериальный вагиноз – это невоспалительный синдром, поэтому у нас уровень лейкоцитов должен быть в норме. Всевозможные мазки, картины, где уровень лейкоцитов 30-40 и больше, это уже ближе не к бактериальному вагинозу, это уже ближе к вагиниту, и совершенно другой здесь будет лечебно-диагностический подход в дальнейшем. А что нам еще нужно? Нам еще нужно снижение уровня лактобактерий, повышение уровня кокобациллярной флоры. Вот если все эти признаки у женщины присутствуют все вместе, тогда мы ставим диагноз бактериальный вагиноз. Помните об этом. Что делать, если просто в мазке обнаруживают гранерелу, вот какой-то ПЦР, нормофлор, микрофлор, фемофлор, урофлор, урандрофлор, вы там сдали и там обнаружилось в ПЦР гранерелы, что делать? Волосы на себе рвать или что там вообще, или лечиться? Сразу врань задает наводящие вопросы. Жалобы есть, нет? Смотрит вас, смотрит общий анализ мазка на микрофлору. Воспаление там есть, нет? Запах есть, нет? Куда эта женщина идет? То есть эта женщина наблюдается, обследуется в связи с какой-то акушерской патологией, там невынашиваемость, преждевременные роды и так далее. Там какие-то у нее еще дополнительные есть расстройства. Тогда этому анализу может быть придано какое-то дополнительное значение. Если это просто как находка лабораторная, да, ничего не беспокоит, что пришла? Ну, так вот, отношения планирую, да, ну, хочу посмотреть свой бэкграунд, с чего я начинаю-то, да, и там обнаружилась гранерелла, допустим, то здесь лечить такую женщину рано, нужно за ней наблюдать, а можно даже там пересдачить в какое-то время, скорее всего, ничего не будет обнаружено. Самый спорный вопрос, который вызывает гранерелла, это касающиеся обнаружения ее у беременных. Если мы возьмем приказ номер 50, который как раз описывает перечень необходимых диагностических методик, которые применяются к беременным, то в этом перечне гранереллы нет. Там у нас есть ПЦР на хламидии, ПЦР на ВПЧ 16, 18, 31, 33. Там у нас есть, внимание, определение динамического титра возбудителя уроплазмы и микоплазмы, то есть нас интересует не ПЦР, а именно титр больше 10 в 4 степени посева, лучше всего посева. И определение торч-комплекса, к которому относится, это делается кровь, методом ИФА, иммуноферментный анализ, к которому относится вирус простого герпеса, цитомигаловирус и токсоплазма. Вот все, что делают с беременными. Однако в этом же приказе к нежелательным спутникам беременности относится гранереллез, и всевозможные ситуации, связанные с вмешательством, женщина готовится к введению или удалению внутриматочной спирали, женщина готовится к ситуации с каким-то, ну, к оперативному вмешательству, женщина готовится к аборту, да, или у женщины в анамнезе есть какая-то, какие-то акушерские осложнения, да, то в этой ситуации даже без клиники по ПЦР-диагностике назначается санация. Вот сейчас услышьте меня, да, то есть только тогда, когда этого требует усложненная гинекологическая ситуация, это чаще всего введение удаления спирали, операция или усложненный какой-то акушерский анамнез, тогда санация по мазкам, по ПЦР-диагностике назначается. Если женщина ничего не беспокоит и такого никогда не было, то просто анализы не лечатся. Вот это вылечить у меня, у меня в анализе написано. Не анализы лечат, лечат человека. Естественно, смотрят, какие у него жалобы, какое там воспаление, какое все. Следующий вопрос, который крайне вас интересует, чем лечат, особенно беременных, да, если к небеременным у нас здесь по лечению будет подход достаточно широкий, такой вариативный, да, мы можем применить как комбинированную терапию системную, то есть принимаем препараты и медозольные группы, это метронидозол и всевозможные его варианты через рот, и используем одновременно санацию влагалища, да, то есть вводим туда комбинированные свечи, содержащие противовоспалительный, противомикробный и противогрибковый компонент, и через там 6-7 дней девушка, женщина у нас здорова. Можем это все разделить, да, там по разным обстоятельствам, у меня завтра месячные начинаются, но после месячных я точно должна быть здорова, у меня свидание. Вот, да, можно обойтись схемой только пероральной, да, то есть назначают препараты ПРОС, они самодостаточно прекрасно работают. Это могут быть препараты, которые используются за однократный прием в течение суток, это могут быть препараты, которые используются в течение 5-7 дней на усмотрение врача. Главное, что это препараты и медозольные группы, то есть всевозможные там, братья и сестры метронидозола. Вот, либо гинекологи любят эти схемы назначать, генерологи не очень любят, либо это введение однократных или несколькократных каких-то комбинированных препаратов во влагалище, которые также подавляют анаэропы и способствуют там росту лактобациллярной флоры. Вот, ну, генерологи, мы народ такой строгий, мы любим сочетать назначение препаратов системно, то есть ПРОС, то есть через рот, с системными, с, извините, местными препаратами. Гинекологи как раз любят вот эти вот такие свечки, там, на 10 дней, на 14 дней, на 14 дней, что-то такое. Вот, а я всегда за комбинацию, я всегда в данном случае за масло масляное, потому что где-то что-то недолечил, а пациенту с этим жить, да, поэтому лучше всегда применять такой комбинированный подход, да, и там и здесь соломки подстелить. Возникает следующий вопрос, чем лечить беременных, да, со всеми людьми нам все в порядке, все понятно, то есть беременными-то нам что делать? Что касается беременных, то это метрогилл 502 раза, либо 253 раза ПРОС, либо антибиотик клиндоцин, тоже ПРОС. Что касается детей, то это только метронидозол. И показания к лечению, надо вам это или не надо, строго выверяйте и подтверждайте у своего лечащего врача. Ну и напоследок, что нам делать с мужиками? По статистике, у половых партнеров женщин, страдающих бактериальным вагенозом, в 8% случаев осуществляется переносство возбудителей их любовницам, и в довольно частой пропорции может наблюдаться бактериальный балонопастит, то есть расселяется эта анаэробная флора на головку полового члена, и развиваются так называемые воспаления кожи головки. У мужчин также возможно сочетанное лечение ПРОС, то есть через рот таблетки и мазь на головку одновременно. И у мужчин возможно, если мы имеем в виду профилактический компонент, лечебная схема нанесения местных мазей, это как правило там метрогил, розамет, клеон на головку, на кожу головки. Показания к лечению усиливаются, если у мужчины есть воспалительный бэкграунд. Это простатит, это уретрит, это лечение мужского фактора бесплодия и так далее. Поэтому гранеролиоз это не такая уж опасная инфекция. Мы видим, что по факту диагноз бактериальный вагиноз мы ставим не так уж и часто, это с одной стороны. А с другой стороны, гранеролиоз и не такая уж и простая инфекция, если она может затрагивать и акушерские осложнения, и вызывать партнерские проблемы в том числе. Поэтому что, ребята, лечим, обязательно лечим. Ну и жду вас на приеме. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok